Здравствуйте, дорогие друзья! Всем привет! Мы вас приветствуем из города Смоленск. Хотя мы находимся сейчас немножко не совсем в Смоленске, а под Смоленского, но все равно приехали мы на майские праздники в Смоленск посмотреть, погулять и вам его показать. Сегодня у нас 10 мая, приехали мы вчера. Как прошел вчерашний день, а также где мы живем, смотрите в предыдущих видео. Ну а сейчас мы приехали в историко-культурный центр, если не ошибаюсь, комплекс называется Теремок, Талашкино, по-моему, если не ошибаюсь, поселок. В общем, и вы приехали сюда вместе с нами. Будем ходить, смотреть, гулять и отдыхать. Приехали. Акаса. Взрослый 50, льготный 30. Историк архитектурный комплекс Теремок. Птицы поют, красота. Ну что, пойдем прудик посмотрим. Пойдем пруд посмотрим. В Теремок пошла, судя по всему, большая туристическая группа. Ну да, это тот автобус, который нас обогнал. Поэтому пропустим их. Здесь туалет есть. Какое дерево-то, посмотри. Его, наверное, вертело какая-нибудь эта, потому что оно все свернут. Ну очень красиво. Птицы поют. Не по там посмотреть. Потому что у меня теперь сегодня с утра очень сильно болела голова. Прямо безумно болела. Ну погода такая, дождь. И я вроде всего приехала, вроде стала отпускать свежий воздух. То дождь, то солнце и холодно. Ну, красота. А там соловей поют. Ой, ради этого стоило сюда приехать. Погулять. Подышать свежим воздухом. Ну и пусть. Такая погода прохладная. Зато комары не кусают. Им кусать тебя не за что. Смотри. Ой, барашки. Да. Ну это вообще лето. Это мое детство. Это вообще лето. Барашки. Их и кушать можно. В детстве мы их кушали. Да. В детстве мы много чего кушали, что сейчас не едим. Сери, бери, ешку ели. Да. Мы еще называли сри, бери, еш. Бери, еш и сри. Либо сри. Снимай для нашего телеграм-канала. Даже утки уже. Утки летают, крякают. Да. А все и лебеди прилетели, и утки. Но никто такого холода не ожидал. Такого подвоха от погоды. От природы, да. Утки охреневшие летают. Кря-кря, не пора ли нам улетать. Да-да-да. Где-то нас обманули. Интересно, а здесь на лодочках катаются? Здесь, наверное, на лодочках катаются летом. Красиво. Сейчас шли. Нам встретились туристы. Такие вот. А вы в кузнице были? Такие, нет. Обязательно сходите. Там так интересно. Все делают. Прям при ваших, на вас. Я-то думала, это Бонька топится. А это, оказывается, кузница. Сейчас пойдем. Прямо как старые добрые времена. Это кузница? Да. Да, слушай, реально. Пойдем, смотрите. Ой, дымок настоящий. Дровяной причем. Класс. Здравствуйте. Здравствуйте. Сейчас будут ковать кого-то. Кота. Этот кузнец сейчас будет ковать кота. Работа получасовая. Кот лимитирован по времени. То есть делать я его буду в течение где-то полчаса. Постараюсь, чтобы быстрее. Ну, брагнать мне тоже не хочется. Хочется, чтобы кот был выразительный. У него есть своя история. Он не просто кот. Он волшебный кот. Войдем в железку в бухле. Добирай. Отдыхай. И дело пошло. На каких градусов так поднимает температура? Здесь полторы тысячи. И за счет того, что здесь кирпичи, он тихонечко опускается. Градусник я туда несу. Не бойтесь. Все будет хорошо. Привет, принцесса. Как дела? Я этого добиваю. Ну, еще пару раз надо пройтись. За один раз это не получается. А что это вы делаете? Я делаю чудесного котика. А еще Смоленская область является первым местом, где появился первый домашний котик. Раскапывая захоронение на гнездовских курганах, наткнулись на бельможу, рядом с останками которого лежали останки домашней кошки. Чуть не проболтал. Почти загорел. Железо горит, ребята. Мы это увидели. 1200 градусов. Что случилось? Ошиблись. Ничего, сейчас поправим. И, чем стал податрен, я делаю вот такое вот изменичное закручивание. Я думаю, много хорошо тоже плохо. Так. Это хвост? Это будет хвост. Верно. Аккуратней. И неважно, чем он занят. Главное, где ходят места. А если не ходят места. Если, конечно. Ну, как у него глаза появятся? Нос, рот. Терпение, сударыня. А вы сейчас это закончите уже? Начинается все с ушей. Вот, смотри. Гром же длится. Аккуратно ставим сюда. Делаем. Раз. Но если я до сих пор остался живой и целый. Стесняюсь. А где она как же у него руки-ноги будут? А как вы тут теперь закручивать будете? Да. Так, хвост. Вот, теперь да. Смотрите, нагреваем. И сейчас наша поочищенная железочка по новой начнет покрываться оксидной пленочкой, которая будет защищать от ржалчины и делать нашего котяку нарядным. Какая трудость. Это кот Баюн. Кот Баюн – древнерусское языческое божество, которое в те времена, далекие, когда мы жили тут язычниками, было связано с темными и чистыми силами для того, чтобы человек с этими силами жил в мире. И именно по этой причине с тех незапамятных времен до сих пор мы, вселяясь в новый дом или квартиру, пускаем туда кошку. Котика. Это не что иное, как сохранившийся каким-то чудесным образом языческий ритуал. Войди, мол, кот Баюн, в мое новое жилище, поговори с как водится заселившейся там домовой, нечистой силой, чтобы мы с ним жили в мире. А еще кот Баюн – покровитель снов. В старину люди тоже считали сны чем-то неведомым, чем-то потусторонним, непонятным проявлением темного какого-то чуда. Приходят они, приходят. И кот Баюн, вот само название, кот Баюн от слова «баять» рассказывает, то есть кот-сказочник. Считалось, что он рассказывает сны. У Пушкина он кот-ученый, который потят и туда-сюда, и сказки говорит. То есть этот образ через нашу историю, через нашу культуру он прошел до сих пор. Вот такой вот исторический образ. Красавица. И много хороших. Вот как я уже сказал, что Смоленщина – самая европейская часть древняя, где нашли остатки первого домашнего кота. Поэтому можно сказать, что это смоленский котик. Можно сказать, что это фленовский котик. Есть еще такая народная, в некоторых местах на селе сохранившаяся поговорка – кот смоленский. Так говорят соседи про хитроватого, но доброго мужичка, который нет-нет, да отмочит что-нибудь такое. Стоит он 600 рублей, а он еще горячий. А это наши монетки. Как раз еще и музыка такая вот соответствующая. Завоевание, рая. Мальчик напротив кувалды не стоять, и девочка тоже. Господи, помоги мне криворуку. Дай мне силы и точности. Это прибудет с нами сила. Ну что? Все? А вы нам еще чуть-чуть не подшлифуете? Солнышко вышло. У нас теперь есть котик и монетки счастливые. Класс. Кот вообще хорош. Идем гулять дальше. Красиво как. Такой крутой мостик. Ага. Прям мостик. Забраться по нему очень тяжело. Спуститься вообще опасно. Если дождь-то будет. Да. Птенчик. Ага. Взлететь не может. Видно это. Упал. С дерева. Еще здесь есть гончарная мастерская. Но так мало не работает, наверное. По предварительной записи. Ага. Такое интересное. С той стороны вход в гончарню. А это уже служебное помещение. А это что? Впереди какой-то храм. Ну, это, в общем-то, вот тот самый храм, который, к сожалению, сейчас закрыт. Но там можно увидеть фреску, которую сделала Рерих. Ага. А, храм Святого Духа. Сельско-хозяйственная школа. Ага. Ага. Сувениры. Зайдем. Касса билетов на музейные экспозиции. Пойдем. Храм Святого Духа. Храм Святого Духа. Это сельскохозяйственная школа и художественное наследие. Учебный класс, сельскохозяйственная школа. Какие интересные парты. А я такие парты помню, только они покрашены были в другой цвет у нас. Ага. Угу, да. Я когда училась в начальной школе. Клубочки разные. Курс правописания, грамматика, морфология растений, учебник, кружка грамматики. Класс. А, это гончарный, типа, ну, гончарный круг? А, да, гончарный круг. Да. Класс. Столярному делу тоже их учили. А вот это меха, это вот как сейчас в кузнецах, скорее всего, и кузнечному делу тоже учили. Скорее всего. Врачебный курс в Талашкинской уц. в детской школе был врачом 6 лет. Включил себя общее образование обучение ремеслама по сельскому хайзайству. А, это зал истории Талашкинского театра. В Талашкинском даже свой театр был. Офигеть. От такого костюмчика я бы не отказалась. Но красивый. Физгармония. Птица поет. Ну, а мы теперь идем в храм, сказать, что он работает. Очень необычное, я бы сказала так, сооружение. Нестандартное. Дошли. Потрясающе. Ну, да, это фреска. Это фреска. Написано вот здесь вот, памятник архитектуры, храм духа, усыпальница князя Анишева. Художник Рерих. Точнее, даже не фреска, а мозаика. Мозаика. Это мозаика. Невероятная. Неправильно мы оговорились. У тебя этот? Здесь вообще ничего не сохранилось. Он был вообще закрыт раньше. Сейчас его вот открыли. Ну, его отреставрируют, и он будет вообще замечательный. Да, здесь видно, что что-то осталось, как бы часть осталось. Не совсем. Да, да, да. Видишь, как красиво это все было. Роспись храма Святого Духа Рерих. Хорошо, что эскизы сохранились, и, возможно, это все восстановят. Мозаика состоит из осколков вечности, в конце концов, и вся наша жизнь является своего рода мозаикой. Не будем думать, что можно сложить повисование или жизнеописание, которое не было бы мозаичным. Вариант внешнего брамства храма. А ворота, да, вообще. Теперь заходим в теремок. Да, шторка вообще, такой вот класс. А это вот так вот, у них там красиво? Угу. Какая красивая лестница. Прямо очень красивая. Какая красота. Обалдеть. Это у нас, сейчас скажу, что стойка подсвечника. Первая вот эта вот. Потом идет наличник коконный. Внутри корчик, ковшик и ковш. И следующее это болезнь. Офигеть. А вот печка, так это вообще... Здесь даже говорить ничего не хочется. Просто хочется рассматривать все в мелких-мелких-мелких-мелких деталях. Поближе. Потому что это... Поворачиваешь головой, и натыкаешься на какое-то новое, красивое. Да, с этой стороны вообще очень красивый. Начался дождик. Прям такой уже дождик-дождик. Надеюсь, может прекратиться сейчас. Ну, все, очень красиво. Музей Смоленский Леон. Так, мы решили, что поднимемся сначала на второй этаж. Пока на первом этаже там заняты все рассказывают. Так, второй этаж, это костюмы. Костюм мужской. Окрашивание тканей. Северю для окрашивания, кровей, стебли, корни растений, сук, ягод. В первом зале музея Смоленский Леон представлены экспонаты, рассказывающие о выращивании и обработке льна в крестьянских хозяйствах Смоленщины в конце 19-го, начале 20-го века. Льно-мялки. Это тут пенек. Льно-мялка, орудие для обработки льно-тресты, вымоченных и высушенных стеблей льна, без головок с семенами. В процессе работы мягкое волокно отделялось от жесткой части стебля. В народе говорили, мне дольше, волокна будет больше. Не давнешь мялкой, так вспомнишь запрялкой. Дальше про гребни. Гребни. Для окончательного удаления костры из волокна использовали специальные гребни в виде деревянной прямоугольной лопасти с нарезанными частыми зубьями. Чтобы зубцы меньше ломались, гребни делали из твердых сортов дерева, обычно из клёна. Во время чесания происходило разъединение волокон. Им придавалось одно направление. Комплекс пряденье. Важнейшей операцией в работе со льном было пряденье, скручивание из волокна нити, то есть пряжа. При пряденье льна роль прялки часто выполнял гребень на длинной ножке, вставлявшейся в прямоугольные отверстия скамьи под острым углом. На гребне закреплялось волокно. Пряха садилась на скамью так, чтобы гребень находился слева от неё. Тремя пальцами левой руки она вытягивала волокна из худели, формируя нить. Чтобы ниточка лучше скручивалась, пряха время от времени поплёвывала на пальцы, смачивая их клейкой слюной. Рядом с пряхой стояла блюдце с кислыми лесными ягодками, которые она ела для лучшего отделения слюны. Окончательное скручивание нити происходило на веретене, в которой пряха вращала тремя пальцами правой руки. Веретено представляло собой конусовидную палочку с утолщением посередине. Веретена были преимущественно берёзовыми и вытачивались на несложных станках, известных ещё в Древней Руси. Придение с гребня позволяло получить самую тонкую, так называемую, кужельную нить. Поэтому и любили смолянки прясть не с прялки, а с гребня. Гребень не отец снимать, а рубаху даст. Вышли, и вот он, обещанный дождик. Который уже без просвета. Да, прям поливает. А то успели съездить посмотреть. Вернулись к себе в обратно уже в отель. Дождик поливает очень сильно. Вот, поэтому никуда ехать не захотелось. Захотелось прийти в ресторан при отеле, посидеть, поесть, насладиться, а потом прийти в номер и вытянуть ножки. Ресторан здесь, кстати, очень даже приятный. Вообще здесь такая атмосфера приятная. И очень очень хорошо. Но при ресторане мы показываем в отдельном видео про отель. А на этом, думаю, наш день путешествия сегодняшний по Смоленскому мы завершим. Нам понравилось, очень понравилось. А вот это вот получается... Есть идеи погулять, посмотреть. Там природа, птицы, лаври поют. Даже в дождик. А какой там кузнец? Вот. И понравился музей Лена. И не знаю, вряд ли получится у них куда-то еще мог попасть. Поэтому у нас еще завтра день. Надеемся, что дождик они будут. И мы еще с вами погуляем, посмотрим. Ну, а на этом сегодняшний день мы завершим. Прощаемся с вами. Пожелаем какого-то крепчайшего здоровья. И хорошего настроения. Как вы знаете, даже в дождливую погоду, в хорошее настроение мы всегда создаем себя сами. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok